Эта колонна состоит из уникальных вещей, на мой взгляд, древних и не очень, которые привлекают. Колонна действительно уникальная. Сделана она из отходов. Павел Кривонос по профессии каменщик, а с недавних пор увлекается архитектурой. Этот музей мусора под открытым небом в поселке Коктебель – его творение. Сейчас основная наша тема – это вот что делать с мусором. Мы пытаемся в творческом смысле переформатировать вторичное использование, прикладное искусство, арт-проекты. Музей мусора – новая площадка для творчества и креатива с заботой о природе. Арт-объектам из ненужных шин, бутылок и пластика отдали вторую жизнь. Большая часть материалов для будущих экспонатов попала в руки авторов, соседствующей с музеем рекультивированной свалкой, которая 20 лет отравляла живописную природу Коктебеля. Но пока она была свалкой, здесь была куча ворон, крыс, туда бегали животные, все это растаскивали. Вот эти мусорные пакеты, которые везде летали, извините меня, на деревьях потом висели, и сотнями лет разлагаются потом в земле. На базе музея мусора также работает арт-резиденция «Русский креатив». Точка притяжения талантливых людей, которые стремятся объединить добрые дела в творчество. На создание этого уникального музея под открытым небом ушло больше 20 лет. Здесь каждый арт-объект уникальный и, главное, сделан с душой. Например, вот это детский театр. Сейчас он на стадии разработки. Вот там мы видим звоночек. Вот это маленькие, уникальные, неповторимые сценки. Также присутствует уже первая пьеса «Алиса в стране чудес». А вот это уже детская мастерская для детей с ограниченными возможностями. Здесь они могут лепить, заниматься, играть и просто весело и душевно проводить время. Это объект не только искусства, но и экологии. Например, вот эта входная стена сделана из 1200 бутылок, которые были собраны на старой свалке. Конечно, мы рассчитываем на то, что музей мусора привлечет внимание к рециклингу отходов, к вторичной переработке отходов, внимание жителей Крыма к тому, чтобы снизить потребление, снизить объем отходов, которые выбрасываются на полигоны, для того, чтобы сохранить нашу уникальную природу Республики Крым. Также на базе музея мусора провели экодиктант для повышения экологической грамотности. 25 вопросов, которые заставят задуматься об окружающей среде. Диктант пишут на макулатуре специальной ручкой, сделанной из переработанной бумаги. Всего около 10 участников, среди них и Елена Колодько. Я в первый раз участвую в экодиктанте. Я думаю, что в первую очередь это нужно для повышения экологической грамотности, для того, чтобы люди понимали, что нужно выбрасывать мусор, выбрасывать меньше мусора, правильно выбрасывать его в специальные пункты специализации, например, макулатуру, батарейки. Для написания диктанта только в Крыму открылось 85 офлайн-площадок в 24 муниципальных образованиях Республики. Севеля Меметова и Алимсий Далиев, телеканал Милет, Коктебель.